Основным вопросом повестки дня 21-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа стал вопрос о бюджете Ленинского городского округа на 21-й и плановый период 22-го и 23-го годов. Заседание прошло в режиме ВКС. 27 депутатов, присутствующих на нем, имели кворум для голосования. Докладчиком по вопросу о первом бюджете Ленинского городского округа стала заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического управления Лариса Калмогорова. Она озвучила ряд важных цифр. Предлагается утвердить основные характеристики бюджета Ленинского городского округа Московской области на 21-й год. Общий объем доходов бюджета Ленинского городского округа Московской области в сумме 8,906,188,9 тысяч рублей. В том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней Российской Федерации, в сумме 4,242,582,8 тысяч рублей. Предварительно бюджет был рассмотрен на публичных слушаниях и прошел согласование в Министерстве экономики и финансов Московской области. Каждый из депутатов имел возможность высказаться по данному вопросу, после чего бюджет округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был принят. Глава Ленинского городского округа поблагодарил всех за плодотворную работу. Это первый бюджет городского округа, он уже не консолидированный. Наша задача краеугольной администрации и всех сопричастных служб на то, чтобы к 2022-2023 году подойти с такой налоговой базой и по НДФЛ, и по остальным доходам, с тем, чтобы не уравнить собственные доходы, к чему приложим с своей стороны все усилия. Расходная часть бюджета спланирована в рамках 18 действующих муниципальных программ. Также важно, что бюджет сохранил свою социальную направленность. Более 90% расходов будут направлены на социальные статьи «Образование, здравоохранение, культуру и спорт». Много объектов будет благоустроено. Это реконструкция и ремонт водозаборного узла в Развилке, Горке-Ленинске, Петровское. Достаточно много объектов. На все, естественно, всегда денег не хватает. Но я очень хочу поблагодарить и наш финансовый орган администрации, и контрольную счетную палату в подготовке такого сложного достаточно документа. И, конечно, моих коллег-депутатов, благодаря многочисленным бюджетным комиссиям, мы сегодня приняли этот документ. В это переходное для муниципалитета время приходится работать сразу с восьмию бюджетами всех поселений бывшего Ленинского района, что усложняет задачу тех, кто связан с их формированием. И поэтому на Совете депутатов было необходимо внести изменения в бюджеты поселений на 2020 год. Принять решение о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования городского поселения видно на 2020 год. Прошу голосовать, кто за. Против. Воздержались. Решение принято. В целом заседание прошло плодотворно. Правда, уже по традиции не обошлось без обвинения нотации депутата по 29-му избирательному округу Павла Грудинина. Я считаю, что нужно совершенно по-другому вести бюджетный процесс. Необходимо комиссиям собираться. Вот я сегодня взгляд с председателем своей комиссии. Он ни разу за 10 месяцев не собрал комиссию. Говорит, просто вопросов нет никаких. В отношении комиссии также скажу, что в соответствии с нашим принятым на Совете регламентом у нас комиссия Совета депутатов заседает не единожды по решению председателя. Соответственно, тогда, когда присылаются проблемные вопросы, которые нужно рассмотреть. От фракции КПРФ, внимание, ни одного конкретного проблемного вопроса для разбора на комиссии за этот год не поступило. Это первое. А второе, я вам так скажу, что второй раз, когда вы появились за год, внимание, за год на комиссии, которых было много, это было вчера. В итоге заседания было рассмотрено 10 вопросов. По всем депутаты внесли положительное решение. Татьяна Врылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...